Давным-давно жил-был один добрый человек. Всю свою жизнь он следовал высоким заповедям, ибо надеялся после смерти попасть в рай. Он раздавал щедру милости нищим, любил своих ближних и помогал им. Помня, как важно обладать стойким терпением, он достоинством переносил все тяжелые и неожиданные испытания, жертвуя многим ради других. Время от времени он совершал путешествия в поисках знаний. Его смирение и образцовое поведение сыскали ему славу мудрого человека и уважаемого гражданина, которая разнеслась с востока на запад, с севера на юг. Все эти достоинства он культурировал в себе всякий раз, когда вспоминал о них. Был у него один недостаток – невнимательность. Это качество не имело над ним большой власти, и он считал, что по сравнению с его достоинствами, невнимательность – весьма незначительный недостаток. Так, несколько нуждавшихся людей он оставлял иногда без помощи, потому что порой не замечал их нужду. Любовь и служение также оказывались забытыми, когда он был поглощен своими личными нуждами или даже желаниями. Он любил спать и часто заспал именно в те моменты, которые были благоприятны для поиска знаний или для понимания его, для практики подлинного смирения или когда можно было бы увеличить число добрых дел. Такие возможности он просыпал, и они больше не возвращались. Невнимательность оказывала не менее влияние на его существенное «я», чем добрые качества. И вот однажды он умер. Обнаружив себя за пределами этой жизни, добрый человек направился к райской обиде. Пройдя немного, он решил передохнуть, чтобы проверить свою совесть. Все тщательно взвесив, он пришел к выводу, что он недостойен в райский, войти в райские четверги и продолжил свой путь. Пройдя к райским воротам, он увидел, что они закрыты, и в этот момент услышал голос, обращенный к нему. «Будь внимателен, ибо ворота открываются только раз в сто лет!» Добрый человек устроился неподалеку в ожидании, взволнованной открывшейся перспективы. Не будучи занят обычно совершением добродельных поступков, он обнаружил, что у него плохо развито внимание. В течение некоторого времени, которое ему показалось целым веком, он старался не заснуть. Ну, в конце концов, голова его склонилась на грудь, и сон на кое-какое мгновение свяжил в нитке. И в этот момент ворота ширко распахнулись, но прежде чем он успел открыть глаза, они захлопились шумом и грохотом, который могли разбудить и мертвого. Спасибо. Спасибо.